В мире всё громче и чаще говорят о защите климатического баланса Земли. Последствия будут видны не только в ближайшие месяцы и годы, но и через века и тысячелетия. Мы должны прийти к соглашению с природой для выживания цивилизации и сохранения богатой сети биоразнообразия, от которой зависит человеческая жизнь. Все мы искренне верим, что климатический кризис больше иллюзия, нежели реальность. Но, к сожалению, опасность уже не столь иллюзорна. Человечество каждые 24 часа сбрасывает в атмосферу 90 миллионов тонн вредных веществ. Не многовато ли? От общего перейдём к частному. В государственной программе по реализации стратегии развития в 2022 году предусмотрена разработка программы по переходу к зелёной экономике и энергосбережению в отраслях промышленности. Главе государства в рамках презентации представлена информация о мерах, включённых в данную программу. Отмечалось, что этот документ определяет концепцию перехода к зелёной экономике и обеспечению энергоэффективности и в промышленных отраслях с утверждением целевых показателей сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов на 25 стратегически важных предприятиях. За счёт этого в отраслях промышленности в 2022-2026 годах планируется сэкономить 3,9 миллиардов кубометров природного газа, 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и 21 тысячу тонн нефтепродуктов. В результате предусматривается снижение доли энергозатрат в себестоимости выпускаемой продукции на 20%. Понятно, что все технологические трансформации достаточно затратное дело, но президент прекрасно осознаёт, что не активизируя процесс перехода на зелёные рельсы, можно не просто оказаться в затруднительном положении, а вообще остаться без среды жизнедеятельности. Немало средств идёт и на проект электрификации железной дороги Бухара-Ургенч-Хива, который также представили главе государства. Его стоимость 445 миллионов долларов. Из них 270 миллионов долларов будут привлечены от Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В рамках проекта предполагается электрифицировать 465 километров железнодорожных путей от Бухары до Хивы, построить станции, подстанции и другие объекты. Максимальная скорость поездов составит до 250 километров в час. В итоге время в пути из Ташкента в Ургенч сократится с 14 до 6 часов, и с Бухары в Хиву с 8 до 3 часов. Объём грузоперевозок увеличится до 11 миллионов тонн в год, а количество пассажиров до 2,3 миллионов человек. За счёт движения поездов на электрической тяге будет экономиться 18 тысяч тонн дизельного топлива в год. Как видите, вновь экономия. А ещё в республике полным ходом идёт внедрение альтернативной энергетики. Государство стимулирует всех, кто её развивает, и кто сам пользуется плодами солнечной и ветряной энергии. Указом президента от 9 сентября этого года о дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности определены механизмы государственной поддержки широкого использования населением и бизнесом возобновляемых источников энергии, обеспечение их электрической и тепловой энергии посредством данных источников, а также стимулирование эффективного использования энергоресурсов в зданиях и сооружениях, административно-бытового назначения. Как обстоит дело сейчас? На каком этапе продвижения мы находимся? Тему изучил Хандамир Хашимов. На сегодняшний день около 10% от общего объёма, вырабатываемой в Узбекистане электроэнергии, приходится на её альтернативные, возобновляемые виды – солнце, воду и ветер. Глава государства не случайно не раз отмечал важность и актуальность вопроса их широкого внедрения в повседневную жизнь. Всем очевидно, что ископаемые источники, вернее углеводорода, в будущем иссякнут, и перед всем человечеством станет логичный вопрос. Что делать? Как и за счёт чего будут работать техника? Отапливаться дома? Работать предприятия? Понятно, что готовиться к этому необходимо как можно быстрее. Сегодня в Узбекистане разработан комплекс мер, способствующих стимулированию использования возобновляемых источников энергии. Это вдвойне актуально на фоне дорожающих энергоресурсов, но обо всём по порядку. Возобновляемая энергетика обеспечивает почти 20% мирового производства электроэнергии. С 2000 года, за исключением гидроэнергетики, выработка электроэнергии выросла более чем в 10 раз, и ведущими в этом плане можно назвать ветровую и солнечную энергию. Предпочтение всё же отдаётся второму варианту, благодаря которому, по сути, солнечные лучи конвертируются в электроэнергию. Что немаловажно, так это удобное географическое расположение нашего государства, которое позволяет без излишних трудностей использовать данный метод. Что скрывать? В последние годы отключения электроэнергии значительно сократились, однако полностью не исчезли. В этом контексте стоит напомнить, что в связи с резким повышением спроса населения на тот же самый газ, в осенне-зимний период основная нагрузка ложится на электроснабжение. А если взглянуть вперёд, то в ближайшие пять лет потребности населения вырастут примерно до 10 миллиардов киловатт-часов. Все мы должны понять, что это имеет общенациональное значение. Именно так охарактеризовал президент значимость вопроса. Складывающиеся тенденции конъюнктура рынка энергоносителей стали катализатором процесса перехода на зелёную энергетику. В этом смысле подразумевается заинтересованность как физических, так и юридических лиц. Физическим лицам выделяются кредиты до 150 миллионов сумм сроком на пять лет для приобретения солнечных панелей, также солнечных водонагревателей. В результате внедрения возобновляемых источников энергии домохозяйства могут сэкономить до 75% своих расходов на электроэнергию, а юридические лица до 30% расходов на электроэнергию. Перед тем, как устанавливать солнечные панели, они пользуются этими нашими станциями электроэнергии, которые вырабатываются со стороны станции. Когда они устанавливают, они уже не будут пользоваться той электроэнергией, до 75%, но в какой-то мере они будут оттуда тоже питаться. Конечно же, первое, что приходит на ум, когда возникает желание установить те же самые солнечные панели или водонагревательные приборы, это их стоимость. Поначалу, возможно, кажется, что это дорогостоящее удовольствие, и навряд ли окупаемое, однако жители столицы, и не только, смогли на себе прочувствовать эффективность и удобство ноу-хау. Могу одно только сказать. Во-первых, был поставлен сетевой инвертор. Это сетевой инвертор, когда уже будет темно, или когда будет погода, ухудшение погоды, уже света не будет одним словом. Вот поэтому лучше ставить уже гибридные инверторы, в которые можно ставить аккумулятор, чтобы круглые сутки получать энергию. В данный момент, где-то вместе, если уйдет у каждого 200 тысяч, к примеру, после установки там где-то получается уже 70 тысяч можно платить. Если летом, это уже будет больше дневного света, уже будет меньше. Но это где-то уйдет 5 лет, чтобы окупаемость солнечной панели. В зависимости от мощности оборудования для выработки электричества от солнца или ветра, в соответствии с указом президента предоставляется компенсация до 15 миллионов суммов, а за водонагреватели до 2 миллионов суммов. Помимо этого, уже вовсю функционирует система беспроцентного кредитования сроком до 3 лет. Еще один аспект. Потребитель, установивший оборудование альтернативной энергетики, освобождается от уплаты множества налогов, в числе которых налог на землю сроком до 10 лет. Месяц-полтора тому назад через Энергомакт, через Министерство энергетики, у них как раз это была платформа, что жители могут спокойненько дать заявку для установки. Там есть первый вариант, могут целиком купить. Здесь уже государство будет оплачивать компенсацию. А есть второй вариант, который там в течение 3 лет могут каждый месяц платить. Для многих будет удобно. Трансформация энергетической отрасли в целом создала все предпосылки для вовлечения предпринимателей в создание производственных цепочек, специализирующихся на изготовлении тех самых приборов. Интересно, как же обстоят дела на самом деле? У нас есть 5 направлений производства. Если перечистить, то первое у нас солнечная фотоэлектростанция, солнечные водонагреватели и солнечные коллекторы, солнечное уличное освещение, солнечные насосные станции и пятое направление у нас частотный преобразователь. В этом году у нас было производство солнечной фотоэлектростанции около 4 до 5 мегаватт фотоэлектростанции. А солнечные водонагреватели у нас уже более тысячи количества солнечных водонагревателей было произведено. Да, столица стала одной из первых, где начали вкладываться в будущее. Но не стоит забывать, что перспективные планы по экономии ископаемых углеводородов разработаны и в других регионах республики, за счет чего многие уже давно пользуются, так сказать, дарами природы. Конечно же, пока мы установили небольшие панели, однако все равно чувствуется сильная разница. Для нашей семьи, для нашего семейного бюджета это хорошее решение вопроса экономии средств. В целом потребление сократилось примерно на 60-70 киловатт после их использования. Очевидно, что вся семья пользуется бытовой техникой. Это кондиционер, телевизор и многое другое. А еще мы поменяли все освещение в доме на энергосберегающие лампы, потому мы очень рады, что перешли на возобновляемую энергетику. В эти дни проводится множество практических мероприятий по оснащению атрибутами альтернативной энергии жилых домов. Мы хотим, чтобы население отдавало предпочтение зеленой энергетике. Если обратить внимание на цифры, то в Ферганском районе в 120 домохозяйствах были установлены солнечные панели. Если до их использования в среднем они потребляли 36 тысяч киловатт электроэнергии, то благодаря ним удалось снизить этот показатель до 21 тысячи. Полным ходом идет реализация проектов по оснащению социальных объектов, школ, университетов, медицинских учреждений, хакемиатов и так далее. Это позволяет существенно экономить средства, которые ранее затрачивались на оплату традиционной электроэнергии. Понятно, что переход на новые методы использования электроэнергии проходит по всей стране. В нашем Коршинском институте ирригации и агротехнологий была установлена солнечная панель мощностью 30 киловатт-часов. Она позволяет экономить порядка 24% электроэнергии приблизительно за год. Мы сумеем благодаря ней сэкономить около 72 миллионов сумм. А на всежитии, где живут студенты, были установлены 68 единиц солнечных панелей, каждый из которых имеет мощность 400 ватт. Во-первых, это сбережение денежных средств, которые мы направим на улучшение качества образования, а может и для строительства новых зданий. Прогресс общества во многом определяет осуществление инновационных решений проблем, связанных с электроэнергией. На данный момент проводится ряд мероприятий, посвященных оснащению Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий с солнечными панелями и водонагревателями. Сейчас у нас функционируют панели мощностью 50 киловатт. Помимо этого, для общежития был установлен водонагреватель объемом 1200 литров. После расчета потребления электроэнергии за один день, месяц, мы пришли к выводу, что оно сократилось на 30%. В общежитии имеется возможность использовать воду в объеме 500 литров. После установки водонагревателя этот показатель вырос втрое. Тысячи абитуриентов сегодня смогут спокойно пользоваться водой, хотя раньше ее сильно не хватало. 10 июня под председательством главы государства проходил видеоселектор, на котором и были указаны данные задачи, благодаря которым осуществляются масштабные работы и, как итог, улучшение качества жизни населения. И это лишь начало. Перед нами большие задачи, которые мы оперативно будем воплощать в жизнь. И все же, подводя определенные итоги, напомним, что порой достаточно просто начать с себя. Пища для размышлений есть. Так что выбор за всеми нами.